Всем огромнейший привет! Сегодня мы посмотрим, что принесет в вашу жизнь солнечное затмение, которое у нас произойдет сегодня. Итак, давайте посмотрим. Будет два варианта. Номер один и номер два. Итак, поехали. Что принесет в вашу жизнь солнечное затмение, если вы выбрали номер один? Кроме того, 21 июня – это самый длинный день в 2020 году. И это тоже достаточно интересно. Достаточно сильный энергетический день. Можно делать много самых разнообразных практик. Ну а мы смотрим, что принесет вам солнечное затмение, которое будет у нас уже сегодня. Потому что видео я записываю поздно-поздно ночью. Дорогие, кто выбрал первый вариант, дорогие мальчики, девочки, к вам может вернуться человек из вашего прошлого. Может нарисоваться, как ни в чем не бывало. И снова захотеть с вами крутить любовь, крутить лямур, наладить общение, договориться, помириться. В общем, кого-то, с кем мы в прошлом достаточно плохо расстались, может попроситься назад, сказать, вернись, я все прощу. Стоит ли этого человека к себе пускать и как будет развиваться? Стоит ли его к себе пускать? Давайте посмотрим. Достаточно обеспеченным он стал. Сам он к вам приползет. Могу сказать, что он являлся частью вашей семьи, либо является. И это очень хорошая возможность вернуть отношения, вернуть этого человека в семью. Причем человек достаточно хорошо стоит финансово на ногах. Ну вот, получается, ушел от вас, подумал и, собственно, готов вернуться. Потому что вы его энергетическая батарейка, вы его возможность чувствовать себя на коне, подпитываться энергией, подпитываться идеями, быть в тонусе и везде поспевать. Есть люди, вы знаете, есть такие женщины, которые настолько вот мужчин двигают своей энергией, своим каким-то задором и своим желанием отдавать вот эту вот энергию, вот этот весь свой потенциал. Вот. Ну давайте посмотрим дальше, как будет развиваться, если вы соблаговолите. Надолго, надолго, на некоторые вещи глянете под другим углом. Финансово ваше состояние тоже может стать лучше по возвращению мужчины либо женщины из прошлого в семью, да. Подстроитесь, будете синхронно друг с другом общаться и учиться, учиться, учиться постоянно новому друг у друга. Да, может быть скучновато, да, возможно, придется новые какие-то находить лазейки друг к другу, но, тем не менее, достаточно хорошая возможность друг друга все-таки встретить и посмотреть с новой стороны, да. И если вот этой возможностью вы сейчас не воспользуетесь, то потом этого человека будет вернуть крайне затруднительно, ну просто крайне-крайне затруднительно. Поэтому, дорогие, номер один, я очень рекомендую вам дать шанс, особенно если человек сам попросится, если это были отношения из прошлого, если они для вас были в радость, если они для вас были интересны, просто вот по какой-то непонятной для вас причине, форс-мажорной для вас причине они оборвались, да. И теперь давайте посмотрим вариант номер два. Что принесет вам это солнечное затмение, как оно на вас кажется, ну и так далее. Давайте посмотрим двоечек, да. Хотя, мне кажется, все загадывают единички. Вот чего-то... Вот я в основном во всех раскладах, которые я очень редко смотрю, кстати, я всегда единички загадываю. Хочется быть номер один. А, наверное, двоечки загадывают те, кто, наверное, двойки получал в юности. Вот скажите мне, дорогие двоечки, почему вы не загадываете номер один? Или, может быть, вы имеете двоечку в своей дате рождения, да? Вот. Потому что мне почему-то кажется, чисто психологически все хотят быть номер один и загадывать номер один. Так, смотрим второй вариант. И скажу, что я еще с такой ужаснейшей, отвратительной камерой, скорее всего, буду еще точно до среды. И уже со следующей недели я должна уже вернуться к нормальной съемке. Для тех, кто фанат качества, кто на этой теме особо, особо-особо хочет видеть красивую картинку, терпите, пожалуйста, вот так до среды. Так, смотрим второй вариант. И что вам принесет затмение. Так. 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 Смена работы. Какой-то серьезный, может быть, разрыв связанный по работе. Новости неприятные по работе. Увольнение, может быть. И вообще смена места работы, смена локации. Кто-то новый может прийти, молодой и ранний, на ваше место работы. И вообще вот ощущение, что куда вы хотели устроиться, могут сказать, что у вас недостаточно квалификации, да, и вам как бы еще якобы не время и не место среди всех, да. То есть вот якобы вы не дотягиваете по своему уровню компетенции и знаний. Вот сразу говорю, такое могут вам сказать. Возможно, после этого затмения вы решите куда-то пойти учиться, хотя понимаете, что знаний особо вам и не хватает, и достаточно дорогое обучение, но вот какая-то неожиданная мысль, куда вы хотите поступать, чем вы хотите заниматься, может вас посетить. Также некоторые двоечки могут решить прервать отношения, вот что-то закончить для себя, вот что-то окончательно оборвать, да. Вот вкладывались вот двоечки, вкладывались вот и материально, и духовно, и вот решили все равно из-за какого-то неожиданного сюрприза, из-за вот неожиданного какого-то рояля в кустах, вот все-таки вы захотите избавиться. Может быть, кто-то закончит отношения, кто-то избавится от надоевшей работы, опостылевшей просто. И давайте еще посмотрим, как будет развиваться. Найдете другую работу, возможно, она будет хуже оплачиваться, но больше перспективы, возможно, это будет сокращение по работе, но у вас появится какое-то новое знакомство, которое для вас будет выгодно, какой-то важный человек, который сможет за вас замолвить словечко. То есть особо такой обеспеченной работы не вижу, но потенциал, перспективы вырасти на новой работе у вас будет хороший, если вы только не будете, знаете, пороть горячку и очень-очень-очень быстро, быстро спешить. В общем, у вас нужен поиск, нужны перемены, нужно постараться, вам все-таки не ждать много, особо много по деньгам здесь не будет. и я могу сказать, что все равно будете искать что-то получше. Это будет явно новая работа, либо какие-то новые отношения, хотя особо быстро, особо активно и динамично они могут в вашу жизнь не взорваться, но и по-старому, то, как у вас сейчас есть, вы уже жить не хотите, вам надоело, может какая-то быть сильная ссора и сильный у вас конфликт еще, да, вот тоже по вот этим картам, по смерти двойки мечей, ссора и сильный конфликт, да. На почве чего? На почве каких-то материальных трат, на почве отсутствия подарков, на почве какой-то задержки во времени вполне может быть. И в целом, вот очень разные взгляды на какие-то простые бытовые вещи, я бы сказала. Вот такой вот получился у нас первый и второй вариант. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, обязательно пишите комментарии под видео, как у вас прошел этот день, это затмение, влияет на вас затмение или не влияет на меня. Очень просто, просто колоссально они влияют. Напишите, какие практики вы хотите делать сегодня, поделитесь этим. И напишите, какой был у вас вариант и у кого он в той или иной степени совпал. Также вы ко мне можете обратиться на индивидуальные предсказания, на индивидуальное обучение по картам Таро и Ленорман. Обязательно подписывайтесь на канал и скажите, по каким видео вы больше всего соскучились. Также напишите, действительно стоит повременить и дождаться, например, среды, чтобы уже записывать на нормальную технику. Или вы довольны и рады слышать меня, да? Ну, видеть, сейчас затруднительно, хотя бы слышать даже вот в таком не особо красивом и современном формате. Буду каждому рада, каждому комментарию. Очень интересно, насколько вот вариант на два варианта проигрывается. Увидимся с вами очень скоро. С вами была я, ваша элитка-гадалка канала Ройничная Таро. Очень люблю всех моих подписчиков. Скоро выйдет видео, которое вы точно не ожидали увидеть, которое, я надеюсь, будет для вас полезным. Возможно, оно не совсем ожиданно для всех, но, тем не менее, не переключайтесь. Очень скоро вы увидите очень интересное видео. На этом всё. Всем всего доброго и пока! Субтитры сделал DimaTorzok